Вы смотрите телеканал Вариант. Вечер во Владимире в прямом эфире. Я рада приветствовать в нашей студии директора издательского дома Томикс Сергея Казакова. Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, Владимирская газета. Уже какие-то материалы есть на сайте? Да, на сайте у нас изменился адрес сайта. Это теперь у нас сайт Томикс русскими буквами 33.рф. Хотя еще старая ссылка тоже еще работает. Томикс 33.рф. Точка ру точнее, да. Вот она тоже еще работает. Но все-таки основной сайт уже у нас изменил свое доменное имя. Не нужно переходить на иностранную клавиатуру. Набираем Томикс 33.рф и попадаем на сайт замечательно. Да, точка.рф и все. Стали еще ближе. Еще ближе, да. Еще как бы ближе к родине, к Российской Федерации. Кстати, нас заставило это сделать, в большом сожалению, доз атаки, которые не прекращаются до сих пор на наш сайт, к сожалению. Поэтому нам приходится от них все отбиваться. И немножко мы поменяли там дизайн сайта, обновили его. Поэтому, я думаю, наши читатели, которые, в общем-то, любят наш сайт, мы тоже к ним с уважением относимся. Ну, правда, самые любимые, это, конечно, наши те, кто читает печатный вариант Владимирской газеты Томикс. Но все равно на сайте материалы есть, да. Ну, есть всегда какие-то эксклюзивные материалы, которые мы в газету стараемся помещать, чтобы все-таки было, что почитать то, что на сайте у нас отсутствует. Ну, начинаем мы первую полосу с того, что муниципальный фильтр, скорее, ну, такой жесткий заголовок, скорее злу, чем благо. Здесь речь идет о том, что вот многие наши, кстати, читатели и ваши телезрители даже как бы не совсем представляют, что такое муниципальный фильтр. История этого фильтра, она такая, достаточно древняя, когда это губернаторов стали назначать. Помните, вот были такие времена, когда губернаторов избирал в законодательное собрание. Ну, точнее, оно не избирало, а просто утверждало, можно сказать, представление президента, кандидатуру, представленную президентом. И в то время очень удачно у правящей партии получилось как раз поменять многих губернаторов на своих однопартийцев. А потом это все спустилось вниз, и еще там муниципальные тоже в органах власти появились представители партии «Единая Россия». Они как бы всю власть сконцентрировали. Ну, а потом, когда уже стали прямые выборы губернаторов, вернули, говорят, а давайте вот сделаем так, чтобы депутаты муниципальных органов власти давали согласие на движение кандидатов в губернаторы. Ну, и вот это вот с тех пор повелось, и очень сложная система. Там нужно не менее 16 муниципальных образований, как я говорю, первого уровня, чтобы подписали, или главы этих администраций, главы муниципалитетов, могли свою подпись поставить. Поставить они могут только за одного кандидата. Если у тебя один депутат вдруг такой нашелся, поставил в 10 часов за одного, а в 10-30 за второго, то первая подпись у него действительно, а вторая подпись будет недействительна. Мало того, еще и, по-моему, не имеет права отзывать свои подписи. То есть тоже соберет... То есть принял решение, все, да? Ну, да. То есть нет такого закона, что вот он принял решение, и уже не может отозвать. Он может отозвать по каким-то причинам, в итоге кандидат губернатора окажется просто тоже у разбитого корыта, у него могут отозвать несколько депутатов, и ему не хватит буквально этих отозванных подписей. Так вот, мы опросили тех кандидатов, которые сегодня выдвинулись в качестве кандидатов, кандидаты губернатора, это от КПРФ Сидорко, значит, от Справедливой России Бирюков, от партии Роста Субботина, от ЛДПР Корнишов. Ну, Единую Россию мы не опрашивали, действующий, так сказать, временно исполняющий обязанности губернатора Авдеев, вот они, как бы, вот, кроме Авдеева мы всех опросили, и они, большинство сказали, что они фильтроваться не хотят. Вы знаете, раньше, вот... Подождите, не хотят, не хотят, но без фильтра они тоже никуда не попадут. Нет, они против этого фильтра, как бы, они не хотят, но им приходится собирать эти подписи. И скажу, что вот, как бы, это все не очень странно иногда все это происходит, вот, например, если там у КПРФ достаточно большое количество своих муниципальных депутатов они сумели провести, то некоторые другие партии, вообще никого там, ну, мало в них совсем, да, этих депутатов, но почему-то они собирают муниципальный фильтр, то есть они получают голоса и тех же от партий Единой России, там, может, от каких-то других партий. А много голосов надо собрать? По-моему, там минимум 126 надо собрать в 16 вот муниципальных районах, там, в двух третях обязательно. Там еще география должна быть, не просто вот собрать, а еще географию, да, например, там уже в 13 муниципальных районах собрать, а в 3 не собрать, соответственно, или даже в 15 собрать, а в 16 не собрал, не нашел там никого, все, ты тоже, хоть ты и собрал, например, 126 подписей, но они у тебя не пройдут, потому что географии как бы не соблюдается. Вообще, вы знаете, говорили, я помню, когда вводили муниципальный фильтр, что вот вроде надо фильтровать вот кандидатов, потому что они могут быть с криминалом связаны или там некомпетентны, их выдвигают, хотя народ может решить на выборах, кто там компетентный, кто некомпетентный. Все-таки время выборной кампании человек о себе рассказывает, да, и можно его определить, и даже и криминальные вещи может выступить там МВД или там еще кто-то, заявить там, что этот человек связан с криминалом, если есть какие-то к этому предпосылки, поэтому здесь я считаю, что это вот такие аргументы были очень слабы. Кстати, понимаете, вот раньше парламентские партии, парламентские, которые имеют свою фракцию в Государственной Думе, они выдвигались, их кандидаты, без вообще, без всяких проблем, сразу прям попадали в бюллетень, сразу, все, он уже в бюллетень. А теперь получается, что даже и парламентские партии, которым мы вроде бы доверяем, да, они уже давно там, все эти уважаемые партии, они вдруг тоже должны вот собирать этот фильтр, как я уже сказал, иногда были такие примеры, вот в прошлую выборную кампанию губернаторскую, когда вот Ислан Юрьевна Орлова там баллотировалась, ну, будем так говорить, не очень известные люди среди вот этих кандидатов и среди не очень известные этим депутатам, так скажем, да, люди, вдруг собирали этот фильтр, а более известные люди, которые, ну, так сказать, были на слуху, там, имели определенный имидж, и они не собирали этот фильтр, то есть вот это вот говорит о том, что идет, ну, мое личное мнение, что это идет просто отфильтровывание для того, чтобы в бюллетень не попали кандидаты, которые могут составить реальную конкуренцию вот представителям партии власти. Ну, из плюсов, как я понимаю, если человек все-таки собрал эти муниципальные фильтры, то во всех районах области у него есть поддержка, так? Да это не так, ну, почему поддержка, если там ему дали условно члены партии Единая Россия по какой-то просьбе там кого-то, да, то какая там поддержка, это просто дали ему возможность поучаствовать в этих выборах, ну, в какой-то степени создать, видимо, из демократии, что вот у нас не один идет кандидат, вот, а идут вот много, пять кандидатов, понимаете, это демократия, вот у вас есть выбор, пожалуйста, выбирайте. На самом деле, на мой взгляд, это неправильно, то есть, и, кстати, у нас самодвижение запрещено в области Владимирской, то есть самодвижением ты не можешь стать кандидатом, выдвинуть себя самодвижением, мало того, что это еще и фильтр должен потом собрать, если ты самодвижением вышел, да, но они даже запретили самодвиженцам вообще баллотироваться в губернаторах, хотя, в принципе, ну, как бы, вот на президента можно самодвижением баллотироваться, а на губернатора Владимирской области почему-то нельзя, понимаете, у нас вот такие вот странные парадоксы, они существуют в России, когда в одном субъекте можно, в другом нельзя, в России можно в целом, да, там, на президента, а в губернатора нельзя. Вы лично по этой причине не пошли в губернатора? Я, да я, может быть, и совсем не пошел, но принципиально я, конечно, за то, чтобы самодвижение было разрешено, то есть, ну, как бы, вот мое право выдвинуться кандидатом в губернатора, оно, конечно, ну, не только мое, и всех жителей Владимирской области, и не только Владимирской области, ведь, как вы понимаете, любой гражданин России может баллотироваться на губернатора Владимирской области. Так что, возвращаясь к фильтрам, пять человек, вот ваше мнение, все пять пройдут фильтр? Я не могу вам точно сказать, но я знаю, что четверо точно пройдут, по всей видимости, по моим, так сказать, размышлениям, а вот один может не пройти, потому что вот сегодня, как бы, ну, как говорят, контрольный пакет управящей власти, поэтому большинство депутатов вот во всех районах представляет партию власти. Вот, кстати, немножко вернусь назад, хочу сказать, что вот когда шли назначения губернаторов, и, так скажем, потом муниципалитеты все провели, тогда получилось, что, конечно, остальным партиям ничего не досталось, как у нас сейчас в городе Владимире, 25 депутатов, они все от партии «Единой России», вот они могут фильтр никому не дать пройти, то есть они имеют полное законное право отказать любому кандидату, правильно? И как бы... Ну, и со своей точки зрения они совершенно правы. Да, они к другой партии относятся. Вот, ну, у нас еще много других материалов, ну, там первые жалобы появились вот на одного из кандидатов такого фаворита, так скажем, нашей компании, Александра Александровича Авдеева во время исполняющего обязанности губернатора, ну, почитайте, в номере это есть, вот, мы просто хотим дышать чистым воздухом, вот и все, такой заголовок, это речь идет о том, что в деревне Зельми под Владимиром разгорелся, в общем-то, экологический скандал. Там есть такие Дмитрий Гулаков, который открыл цех там по крупному рогатого скота, и в этом цеху, естественно, остаются какие-то отходы, и вот они в крематории сжигают, и все это находится в 200 метрах от крематории, так называемый, находится в 200 метрах от жилых построек, и люди все это дышат этим воздухом, когда особенно в сторону их ветер, хотя по нормативам там 500 метров, но я надеюсь, что после нашей публикации и как бы там разберутся, и будет принято решение, наверное, чтобы этот крематорий как минимум отнесли в защитную зону за 500 метров или закрыли, как бы, ну так, по закону. Вот, Соломону решение топонимической комиссии, это речь идет о том, что хотели улицу Парижской коммуны переименовать в честь одного из героев нашей спецоперации Кутузова. Эта улица, я так понимаю, как раз находится, вернее, на этой улице находится школа, где он учился, школа уже имя Кутузова получила название, Романа Кутузова, и вот еще была инициатива общественников переименовать еще и улицу. Ну вот комиссия, как здесь у нас Соломоново решение, пока отложили это переименование, потому что, так я понял, что не все, как бы, довольны этим переименованием. Эта улица уже сто лет называется Парижской коммуны. Ну, можно по-разному относиться к коммунам, к Парижской коммуне. Сейчас тоже такие сложные времена, поэтому тут, ну, решили отложить. Наверное, это Соломоново решение, это правильно. Вот, прокуратура в последнее время очень активно работает, мы освещаем деятельность, особенно областной прокуратуры, но не только областная прокуратура. Дает материалы, да, для газеты? Да, дает, дает в последнее время. Вот опять прокуратура защитила права ребенка диабетика. Вот, и, в общем-то, очень много сейчас таких исков, которые поддерживает прокуратура или сама даже выходит в суд, чтобы защитить интересы льготников, которым не выдают лекарства. Даже вот есть такие данные, что благодаря работе прокуратуры достаточно большое снижение просроченных рецептов, которые раньше были, там до 4 тысяч доходило, потом они упаливают до 400, а сейчас там уже в какой-то степени там говорят, что их осталось совсем мало. Какие-то цифры называются буквально 47 таких просроченных рецептов. Ну, это радует, потому что это длится уже, по-моему, года два. Да, наводится порядок, благодаря прокуратуре. Еще достаточно много материалов, но вот хотел бы сказать, что Муром и Торпед начали с поражения. К сожалению, вот новый сезон открылся, и вот наши две команды, которые участвуют достаточно в серьезной лиге, обе команды Муром и Торпед, они сейчас опять вернулись в одну лигу. То они там разделялись, а теперь они сошлись вместе, и вот, к сожалению, пока проиграли. Надеюсь, что удача все-таки будет на стороне наших владимирских команд, и они еще себя покажут. Ну, а в целом, материалов много, и, как всегда, не все успеваешь осветить, поэтому... Итак, встречаем Владимирскую газету в киосках Роспечати и сайт Томикс33РФ. Томикс33РФ, да. Спасибо всем, кто покупает нашу газету. Спасибо большое. Я напоминаю, что наш гость сегодня у директора издательского дома Томикс Сергей Козаков. До свидания.